В России на этой неделе опять все стабильно, правда это не касается психики людей, потому как подмигивать левым глазом и подшаркивать правой ногой скоро будут не только те, что вернулись со спецоперации, но и те, у кого к каждой второй новости есть большой вопрос. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и Реальная Журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Не могу, друзья, не могу не упомянуть в программе главный слушок этой недели. Король-то, говорят, голый. Ну, в смысле, грудь обнажил, чтобы ему сделали кардиограмму. Знаю, знаю, вы тоже молились за мужа нашего государевого, но все обошлось. Вы настоящий? Да. А двойники есть? Нет. И не было? Нет. Песков назвал вероятные проблемы с сердцем президента уткой и предложил не верить средствам массовой информации, потому что они типа всегда врут. И утка нашему главе государства пока еще без надобности. Зато вот кого сердце действительно подвело, так это главу совета директоров Лукойла Владимира Некрасова. Он умер на 67-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Проклятое место этот Лукойл, подумайте вы, а я вдруг неожиданно с вами соглашусь. Ведь Некрасов занял свой пост ровно год назад, сразу после неожиданной и странной смерти прежнего главаря Лукойла Равиля Маганова. Тогда топ-менеджер, ровно как и Некрасов, лечил сердце, но недолечил, уйдя из жизни в 67. Хотя, ну как уйдя, скорее выпав, причем прямо из окна больницы. И да, в прошлом году таких странных смертей было с десяток. В этом году меньше, но, как поет любимый молодежью певец МОД, случайности совсем не случайны. Возможно, Некрасов знал чуть больше, чем все остальные. Например, про отчисление Лукойла в благотворительный фонд содействия 21 век. Вернее, даже не про отчисления, а про их расход. На этой неделе в Перми Ленинский районный суд заслушал показания бывшего генерального директора фонда Елены Найдановой, которая своими показаниями не только выкопала яму для нынешнего министра эконом-развития России, но и подтолкнула туда обозначенного персонажа, стоящего у края пропасти. Оказалось, что Максим Решетников, будучи в прошлом губернатором Пермского края, неплохо так жил на деньги благотворительного фонда. В общей сложности потратив оттуда более 67 миллионов рублей. Из них 1 миллион и 200 тысяч рублей чиновник потратил только на обеды. А еще Решетников любил дорогие сигары и хороший алкоголь, оплачивать который предпочитал также из тех денег, которые фонд собирал смс-ками. Жена бывшего губернатора от мужа тоже не отставала, регулярно оплачивая себе путевки в санаторий средней стоимостью 250 тысяч рублей. Ну и вишенкой на торте в деле стал Мерседес за 12 миллионов рублей, которым Решетников пользовался лично. Естественно, что такая наглость не могла остаться незамеченной, и вот, наконец, вылилась в целое уголовное дело. Хотя, как утверждает следствие, все расследование уже сейчас может оказаться под угрозой, потому как Решетников не собирается быть фигурантом уголовного дела и предпринимает все попытки это самое дело, что называется, развалить. Прокуратура настаивает на допросе подозреваемого, а он сам, отвечая, что невиновен, посещать судебное заседание даже не собирается. В итоге все в очередной раз ведется к одному. Чиновник в России звучит не только гордо, но и прибыльно. Возможно, именно поэтому ни Бастрекин, ни Краснов в это дело не вмешиваются. А между тем, инициатива депутатов, которая несколько месяцев назад проникла в Госдуму, все-таки может стать реальностью. Автор законопроекта Елена Емпольская, активно продвигающая в массы ненависть ко всему иностранному, предложила защитить русский язык от нападения на него англицизмов. Ну, типа, идешь ты такой по Москве и не понимаешь, в Лондоне ты или в России. Все горит, все сверкает, вывески на иностранном языке. И только русская речь рядом возвращает тебя в реальность. Ты дома. Че, блядь? По-русски хуй ты, мамин, блядь? По-русски говори, блядь. Хотя в какой стране дом у Емпольской, я, честно говоря, даже не знаю. Но защищать русский язык она вместе с Дропека, Хинштейном и Майдановым собрались по-серьезному. Поэтому никаких больше кофе, open fresh и так далее в России мы не увидим. Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли. Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили, а не мены, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением, апгрейд. Может, все-таки нам хватит русских обижать людей? Хотя, как по мне, так это глупость просто редкостная. Школьники со второго класса учат различные языки. А только тогда зачем? Ведь Европа для нас враг, да и позволить себе ее могут лишь избранные. Поэтому не знаю, чего хочет группа обозначенных депутатов. Да только попахивает это все либо железным занавесом, либо очередной эпидемией тупости. Потому как вместо того, чтобы что-то запрещать, можно было бы довести свою страну до такого уровня престижа, чтобы написать название магазина в Америке на русском. Это было бы гордо. Но Госдума доросла только до того, чтобы с айфоном в руках бить по вывескам учебникам русского языка, напоминая россиянам, как в том анекдоте, что есть такое понятие родина. И родину, кстати, нужно защищать. Поэтому в среду президент Путин поручил Медведеву даукомплектовать армию новыми контрактниками. Всего, со слов замглавы Совбеза, в текущем году на службу принято почти 385 тысяч человек. Но предела совершенству быть не должно. Поэтому работа эта продолжится и в следующем году. И это несмотря на то, что численность военнослужащих в этом уже перевалила за 2 миллиона. Но лишние 100 тысяч все равно бы не помешали. Специально для них создадут еще один армейский корпус. 7 дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Так что, друзья, не толпитесь. В очереди вакантных мест предостаточно. Правда, возможно, придется побороться за самое вкусное с иностранными гражданами. Наш редактор Николай Ермаков на этой неделе уже рассказывал, как в России решают кадровый вопрос с пустыми окопами. Туда просто-напросто загоняют мигрантов. В последнее время им даже активно напоминают. Любишь кататься? Люби. И саночки возить. Ну или по-другому. Хочешь быть русским? Сходи на спецоперацию. Конечно. Зачем что-то менять в миграционной политике, когда там руководствуются принципом «все, что не делается, делается к лучшему». Мигранты наплыли? Так это хорошо. Сейчас мы их научим вторую родину любить. Но вот такой подход, как оказалось, не разделяет патриарх Кирилл. На этой неделе он предупредил власти России об угрозе потери страной своего славянского лица. Да, рождаемость в стране действительно низка. Да, рабочих рук не хватает. Но это, со слов Гундяева, совсем не означает, что Россия не для русских. Поэтому миграционную политику стоит пересмотреть. Иначе мы, как нация, потеряем свою идентичность. А я смотрю на патриарха и думаю, что-то поздно ты, батенька, проснулся. У нас в какой сфере не коснись, везде многодетные не славяне без очереди. Хоть в поликлинике, хоть в сады, хоть в школы. А мы типа коренной народ, что называется по остаточному принципу. Но это еще можно было бы вынести, если бы не разгул преступности с участием иностранных граждан. Вот где уж поистине начинаешь задумываться, а кто и у кого в гостях. Но интересен тут больше другой вопрос. А что с этого Гундяеву? Неужели о России матушки забеспокоился? Или просто квакающее нечто душит за выделение денег на строительство очередной мечети? А или нет, православных прихожан становится все меньше, а соответственно и ухудшается материальное состояние самого Кирилла. Ну знаете, уважаемый патриарх, миграционная политика это результат работы некоторых людей, которые все эти годы только что и делали, так это своими действиями дестабилизировали страну. Поэтому теперь потребуется еще несколько лет для того, чтобы все исправить. Хотя, если предположить, что все происходящее с мигрантами сегодня это часть многоходовочки, то замысел депутатов становится не только понятен, но и с их точки зрения целесообразен. Сначала всех на спецоперацию, а потом посмотрим. И действительно, посмотрим потом. На нашей стороне играет настоящий мастер геополитических шахмат, который все планирует на много лет вперед. Из-за этого и мечтают грантоеды и американские ястребы, чтобы он просто исчез, заболел или был смещен Майданом. Не дождутся. Ну а на этом у меня все, друзья. Напоминаю, что второй выпуск вы сможете посмотреть только на Бусте. Ну а мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok